Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что происходит с вами. Правильно ли я вас понимаю, что вам неприятно смотреть на свою маму, которая занимается сексом с своим мужчиной, которым она сейчас живет. И неприятно вам это потому, что... А почему вам, собственно, это неприятно? Вот вы их пишете, наши... Очень противно смотреть на маму, она вообще стала мне противной. Я не могу видеть, как они занимаются ночью с сексом. Ну, надо сказать, что вообще дети, если видят, как родители занимаются сексом, всегда испытывают достаточно неловкие эмоции. Потому что... Ну, как бы родители, это те люди, которые, по мнению детей, не должны этим заниматься. Ну, вообще, у вас, как я понимаю, ситуация осложняется тем, что мама, по вашему мнению, предает, наверное, вашего отца и, собственно, этим все усугубляется. Ну, если поговорить про предательство, то можно достаточно подробно разбирать эту тему, тему именно предательства. Но давайте для начала просто вот спросим вас, а вот вы сами, как считаете, предает ли мама вашего отца, занимаясь с другим мужчиной, сексом? Если предает, то как, чем и почему? Вполне вероятно, что вы до сих пор не пересили развод. То есть развод был, когда вам было достаточно мало лет, потом вы жили у бабочки, а с мамой вы в отношениях не были. Соответственно, вероятно, сам развод, его факт, не был вами вообще как-либо проговорен. И если это действительно так, что ничего удивительного в вашей реакции тогда нет, я бы сказал, что нужно просто, ну, во-первых, для себя самой определить, а что мама, по вашему мнению, должна делать. Ну, вот вы против, чтобы она занималась с цехом с мужчиной? Хорошо, предположим, что вы против, а что дальше? Вы против, и как мама, и что мама должна делать? Не получать удовольствия от жизни, жить неполноценной жизнью ради чего? А почему? Жизнь неполноценной жизнью ради вас? Как вы себе это представляете? Просто Попробуйте вот этот момент для себя произнить Когда она развелась с вашим отцом, то как бы это было ни неприятного, как бы это было ни печатально, ни грустно, жизнь продолжается. И уверен, ваш отец тоже с кем-то спит, и я уверен, что ваш отец тоже живет полноценной жизнью, а почему не должна так же жить ваша мама? Предательства никакого не было, потому что был развод, и как бы люди развелись, решили, что больше жить вместе не могут. Так в чем же в чем же заключается ваше неприятие того, что делает ваша мама? Если вопрос связан чисто, ну как бы, чисто вот внешняя сторона, да, то есть вот просто неприятно такое бывает, ну тогда действительно вы воспользуетесь тем советом, который дала вам эксперт-лиди. и она правильно вам сказала, что нужно решить вопрос или значит, отдельного проживания, или как бы сказать маме, что вам неприятно, и чтобы она делала это когда-то в другое время. Но еще неизвестно, как она воспримет то, что вы ей говорите, потому что она может сказать что-то типа того, что вы живете у нее дома, и почему она должна подстраиваться под вас. К сожалению, в известной степени она может быть права, если это скажет. Вот. А если вам неприятно сама мама, то есть если вам неприятно просто сама мама, то неприятно почему? Вам неприятно в ней жить. Вы отвыкли от нее. Вы обижаетесь на нее за то, что она как бы ушла от отца вашего. В чем конкретно проблема? Не очень понятный вопрос. Вопроса никакого вы не задаете. Значит, вам нужно определить в первую очередь то, что вам именно вот конкретно вам не нравится. Что вас конкретно не устраивает? Что вас конкретно выводит из себя? Что вас конкретно раздражает? Потому что ну как бы противно, если вы говорите противно, это знаете как, это скорее следствие, причина. Причина она скорее в чем-то другом. Но только в чем. Если предательство, то почему вы считаете это предательством? Очень важный момент. Почему вы считаете это предательством? Если есть что-то еще, то что именно еще? попробуйте вот это вот сформулировать как-то для себя хотя бы. Если сможете, то можно сказать, что часть проблемы будет решена уже. Потому что хотя бы вы будете понимать откуда растут ноги и куда вам идти. Ну а вообще вам 19 лет уже и можно в принципе подумать о том, чтобы жить отдельно от своей мамы. Обрат конечно в дом хотите вы этого или нет, это уже безусловно другой вопрос отдельный. Но тем не менее подумать о нем стоит. На этом все. Надеюсь что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались буду рад помочь вопрос достаточно неоднозначный сложный я думаю что вам хотелось без кем-то поговорить хотелось без кем обсудить его может быть даже как-то просто выговориться поэтому пишите обращайтесь не обязательно ко мне даже может быть к любому эксперту на нашем ресурсе думаю каждый хочет вам помочь в общем пишите если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи 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 удачи